Добрый день, уважаемые господа! Меня зовут Фридрих Филиппович Рубенштейн, я директор компании Агрошериф Израиль Ашкелон. И я хотел бы представить нашу компанию вам. Мы работаем на рынке с конца прошлого века, на рынке сельскохозяйственного оборудования и сельхозпроектов. Работаем в разных странах мира, в том числе в странах СНГ, и есть достаточно много проектов, и маленьких, и средних, и больших, разных, разных проектов. И мы постоянно развиваемся, постоянно предлагаем новые технологические решения, которые бы позволили создавать успешный фермерский, успешный аграрный бизнес. То, что мы хотим вам предложить сейчас, это кластерный тепличный проект на основе туннельных теплиц ТЭДН 500. Это очень интересный проект и очень гибкий, позволяющий выращивать различную сельскохозяйственную продукцию, ну, скажем так, начиная от простых огурчиков и помидорчиков, и заканчивая, так сказать, если вам хочется, это может быть инжир, виноград, бахчевые, то есть арбузики, там, все что угодно. В чем главное преимущество нашего проекта? В универсальности наших теплиц. Винхаус, то есть зеленый дом, дом для зелени, вот что это такое. Вот это основное, сделать дом. Дом для наших растений, сделать уютную, прекрасную, чудесную обстановочку, чтобы растения с удовольствием росли, плодоносили, давали нам свои плоды и, соответственно, мы могли заработать нормальную, нормальную фермерскую прибыль. Теплица Теден представляет собой туннель длиной 50 метров и шириной 10 метров. Это 500 квадратных метров полезной площади. Пять соток. Вроде бы кажется немного, но когда мы объединяем 20 теплиц в единый комплекс, в единый кластер с общим технологическим коридором, с общими вспомогательными помещениями, мы получаем очень эффективный, очень классный, очень хороший сельскохозяйственный проект, который удобен, который хорош для производства. Как одного типа, так и для того, чтобы можно было выращивать. В этом кластере определенный ассортимент культуры, скажем так, на местном рынке, там, где люди хотят кушать все свеженькое, вкусненькое, хорошенькое, прямо с грядочки. Это оптимальный вариант, когда можно, предположим, с одного гектара дать ассортимент из 20 видов сельхозпродукции. С агрономическим сопровождением, с техническим и технологическим сопровождением очень хорошо. Ну, прямо-таки замечательно, потому что на весь этот кластер вполне достаточно одного агронома. Но один вот такой гектарный кластер, одного агронома, одного инженера, который будет, так сказать, все оборудование поддерживать в идеальном состоянии. Но такой кластер, один гектар, который состоит из 20 туннельных теплиц, это минимальный размер экономически выгодного и целесообразного проекта. Я думаю, что это очень даже неплохо. Но в чем еще преимущество кластера? Когда у нас есть квалифицированный супер-агроном, он поможет вам получить максимальный урожай. Когда у нас есть нормальный инженер, который может поддерживать в идеальном состоянии всю технику, которая у вас в этой теплице. Это и система орошения, автоматику, проветривание там и так далее, и так далее, освещение и прочие разные вещи. Это вам гарантирует, что ваши теплицы будут работать, а не простаивать. Но и агроном, и инженер нужен на одну тепличку. Или на 20, или на 80, или на 160. Но вы же понимаете, какие затраты в итоге мы несем на вот этот вот весь, скажем так, вспомогательный персонал. Чем крупнее, чем больше проект, чем крупнее кластер, тем лучше. Технологии, которые нами применяются, они позволяют экономить воду. Мы даем воды растениям точно столько, сколько им нужно, не больше. Точно так же и с питанием, то есть с удобрениями. И вот так выстраивается весь цикл выращивания. Так вот, это бизнес, сельское хозяйство, это бизнес. И вот как только мы соединяем трудолюбивые руки и разумную голову, получается прекрасный, хороший, чудесный результат, которым мы, в общем-то, и пользуемся. Сельское хозяйство Израиля – одно из лучших в мире. Несмотря на ограниченные ресурсы, несмотря на вообще вот природно-климатические условия, несмотря на эту дикую жару, на дефицит воды и всего прочего. Поэтому, господа, вы должны работать эффективно. Берите пример с Израиля. Нам это удалось сделать. И если вы хотите сделать так же, добиться таких же результатов, воспользуйтесь нашим опытом, нашими знаниями, нашими технологиями, нашим оборудованием. И будет вам счастье. То есть урожай, прибыль, рентабельность и счастье в ваших семьях. Благодарю. С вами был, ну и естественно, генеральный директор компании «Агрошериф» Фридрих Филиппович Рубинштейн. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok